Здравствуйте, в своем блоге. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тут художник, который может видеть каждого. Почему Зелинский не троянский конь, а троянский лох? Ну, потому что, во-первых, он постоянно кричит, что я не лох, я не тряпка. Но в данном случае вот этот троянский конь, он же троянский лох, в квадрате, потому что все, кто в него залезли, ну, как в легенде про троянского коня, они оказались такие же лохи, как и тот конь, которого они посчитали конем, а оказался он лохом. И эта история повторялась, может, не так карикатурно, в мире много раз. Посмотрите на вот это вот, на все это стадо опущенных и выброшенных, вот вырганных украинской политикой, которые шли вместе с вот этим вот троянским конем слуи народа. Вот те, кто стояли вокруг Зеленского на сцене, они же все шла к истории. Где туда посланные Коломойским, там, Богдан, да, там, кооптированный туда Разумков, опять тот же там Герус, я не про Геолераса, я про Геруса, Гончарук, который сказал, что у Зеленского туман в голове, и сам, и сам превратился в тот самый туман, потому что сказать человеку, который яростно, яростно с пеной у рта говорит, я не лох, у меня в голове война закончилась, да, да, рецепт-берзи, какая разница. Вот сказать ему, что у него туман в голове, то есть констатировать очевидный факт, ну, это, значит, себя спустить в политический унитаз, потому что, когда человек так себя ведет, когда он говорит, идя на президентское кресло, что он должен только маме и папе, ну, где сейчас Данилюк, кстати, который бывший глава РНБО, не Данилов, а Данилюк, помните, был такой, вы уже даже забыли, а Шевченко не тот, который друг, там, диктатора, батьки Лукашенко, а тот, который был начальником этого банка, нацбанка. Где он? Где Рябошапка с Венедиктовой? Где? Где, в каких ядринях? Да, сам Коломойский. Смотрите, когда вот этого троянского коня вот засовывали, разве засовывающие и влазящие вот в этот проект, они могли бы предположить, вот какая выйдет вот из этого вот чуча от чебучица? И оказалось, что этот троянский лох уже наполнен совершенно другим содержанием, то есть этого троянского лоха, то есть его уже заполнили всякие там татарабы, которые бролись с Майданом, то есть гетьманцы вы и остальная шушера партии регионов, то есть троянский лох постепенно выкакал вот всю вот эту вот партию благодушных мечтателей и заполнил себя фашистствующими антиукраинскими негодяями. И поэтому он стал из веселого, пусть глупого, пусть не умеющего шутить и пользующегося авторами, но все-таки достаточно смешного клоуна, вдруг он превратился в такое чудовище посмешище. Теперь он какой-то клоун строгого режима, потому что Зелинский за все пять лет в президентстве не сказал ничего смешного. Ну, он говорил только глупости, только глупости. И вот как только он сказал, кожан с вас президент, ну, то есть тут же умные люди сказали, нет, ну подождите, ну так же нельзя, но это все равно, что сказать, что каждый из нас идиот, да, то есть это все равно, как сказать женщинам, что каждая из вас проститутка. Так нельзя, это глупо, так не ведут себя президенты, то есть ты все, ты не клоун, ты президент. А Зелинский не понимает, что такое президент. Он был, есть и копыта свои отбросит клоуном. Он из клоуна не превратится в гражданина. Ну, вы понимаете, что если ему не стыдно писать в биографии, что по образованию он юрист, и у него есть диплом юриста, да, они юристы, Янукович профессор, а Зелинский юрист, причем юроспруденция у них одна и та же. Они оба гаранты изнасилования Конституции, потому что Зелинский – это духовный брат Януковича. Это Янукович только закомплексованный. Это Янукович, с которым не снимал шапки, а с которого снимали шапки, а потом он сам, чтобы с него не снимали шапки, пошел в услужение к Коломойскому, ну, чтобы шапки с него больше не снимали. Он решил стать таким, ну, вы сами понимаете. И проблема избирателя, что в огромном большинстве люди, проголосовавшие за Зеленского, не понимают, какие они, по сути, регули. Ведь это показатель их регулизма. Вот этого провинциального, необразованного лошка, которому напарили, что вот где-то тут под наперстками есть шарик. Если ты угадаешь, то ты огребешь счастье на всю оставшуюся жизнь. И вот когда под вот этот вот стаканчик, где уверенность в том, что шарик там, вот зашли выборы, и они все ткнули вот в стаканчик, где написано «Зе команда», они все эти лохи, лохи, потомственные пожизненные лохи, взращенные Советским Союзом, они все так до сих пор просто и не знают, это результат их незнания, что шарик, он всегда вот здесь, вот тут, вот тут, понимаете? И когда, и шарик сегодня на улице Банковая, шарик сегодня вот здесь у Ермака, вот тут вот у Ермака, Татарова, Арахами, у пяти-шести менеджеров шарик, да, лохи, винтаруи, вы что, не знали? И я понимаю, что Коломойский-то это прекрасно понимает, вот, и наши западные партнеры это прекрасно понимают. А наша с вами задача, друзья мои, чтобы в тот момент, когда у нас украли свободу слова, чтобы мы объяснили нашим друзьям, соседям, знакомым, что надо просыпаться, что надо понять ситуацию, что шарик у пяти-шести менеджеров в соответствии с Конституцией надо забирать, потому что по Конституции источником власти является не пять-шесть менеджеров, нет, а является украинский народ. А украинский народ-то сейчас как раз и в самом невыгодном положении, потому что на нас напал Путин, а Зеленский под шумок со своими пятью-шестью менеджерами, вот с этим шариком вот здесь, обворовывают всех. Причем они одинаково обворовывают. Тех, кто за них голосовал, и тех, кто не голосовал. И вот по поводу, кто был дураком в девятнадцатом году, вы им так и говорите, вот этим зелебобиком, зелелюбивым. Мы дискуссию продолжим после того, как выиграем войну и сковырнем Зеленского. Сегодня наша задача это бить врага и помогать нашей армии, вот как мы только умеем и чем мы только можем. И обязательно вести разговоры, вести вот эти правильные, нужные беседы, потому что у нас украли свободу слова, а наша миссия ее заместить собой, заменить. Я уверен, что вы обязательно найдете время, чтобы исполнить мою просьбу, не только подпишитесь на мой канал, а обязательно говорите с людьми. А победа, друзья мои, в чем я ни на секунду не сомневаюсь, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не заршавеет.